Приветствую тебя, мой дорогой друг! Я рад, что ты смотришь меня, рад, что ты слушаешь Слово Божие, которое я имею честь с тобой разбирать, делиться с тобой. И сегодня я хочу затронуть очень важную тему, которая сейчас, именно в наше время, в современном христианстве очень на слуху. Вокруг этой темы существует множество споров, разных противоречий, разных мнений и разногласий. Люди отстаивают свою точку зрения, другие опровергают, и это тема отцовства. И что я хочу сказать, действительно, тема отцовства затрагивает интересы многих христиан и их духовную жизнь. Всегда встают такие вопросы, на которые люди часто цитируют Писание и говорят, что вот кого надлежит больше слушать? Своего духовного отца, человека, который привел меня к Богу? Либо я уже слышу, что Дух Святой мне что-то говорит, и если это расходится, что делать? И какова роль вообще, какая позиция, какое место имеет отцовство в жизни верующего человека, в жизни ученика Иисуса Христа? И говоря о теме отцовства, я хочу сначала обратиться к словам Иисуса Христа в Евангелиях, когда Он комментировал это понятие. Комментировал, и я бы сказал, в его комментариях содержится определенная предосторожность, призыв к предосторожности, кого называть себя отцом. И, во-первых, хочу зачитать из Матфея 23 главы, с 29 по 32 стих, обращение Иисуса к фарисеям, которые что-то говорили о своих отцах. И Он говорит такие слова, «Горе вам, книжники-фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, говорит Иисус, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. И говорит, дополняйте же меру отцов ваших. Иными словами, я хочу тебе сказать, мой дорогой друг, если ты меня слышишь, что здесь была такая ситуация, что фарисеи – это были служители в служении, которое установил Бог. Однозначно, они были служителями именно в том распорядке служения, в том виде служения, которое установил Бог. Но отцы их, которые жили до них, они делали какие-то не очень хорошие дела, делали какие-то, мягко говоря, ошибки. Но в частности, Иисус их обвиняет в том, что они убили пророков. И защищая своих отцов, или как бы защищая даже больше себя от ошибок отцов, от их преступлений, эти люди, они говорили, да, ну мы понимаем, что наши отцы, они неправильно сделали, но мы бы, если бы были на их месте, мы бы так не делали. И он говорит, и вы украшаете гробницы тех людей, которых они убили, тех божьих людей, посланников. И я тебе хочу сказать, что означает это украшение, что означают их слова. Ну эти люди попросту, они оправдывались за дела своих отцов. Кто-то может сказать, ну мой отец, он не делал таких злых дел. Ну вы знаете, даже апостол Павел, он сказал, доброго нет во мне. То есть каждый человек, он в любом случае ошибается, он в любом случае делает какие-то ошибки. И даже такие ошибки, за которые ему стыдно вспоминать. Я думаю, что любой служитель, любой пастор, любой какой-то великий человек, который делает служение, и находится в Божьем служении, он признает это, что в его пути, что в его служении были какие-то серьезные ошибки. И вот представьте, что эти ошибки, вот как в этой истории, они становятся достоянием, ну как, общественности. То есть люди узнали об этих ошибках, узнали об этих позорных каких-то делах. И люди, которые идут за этим человеком, они что говорят? Да, но мы-то этого не делали. То есть если мы понимаем, мы покрываем эту ошибку. Дорогие, эти фарисеи, они тоже покрывали ошибки своих отцов. Знаете как? Он говорит, они их убили, а вы украшаете их могилы. То есть они, они как бы таким образом, ну, прихорашивали эти ошибки. Они таким образом свидетельствовали о том, что они имеют отношение к этому служению. Но вот ошибки как-то они завуалируют. Сейчас происходит то же самое. Раз за разом мы слышим какие-то истории, которые порочат, которые бросают тень на людей, которые были в служении. В служении, которое установил Бог, точно так же, как и в этой ситуации. И последователи этого человека, они, как правило, что-то такое говорят. Они говорят, да, он там ошибся, но это не мешало Богу двигаться. Это все равно Божье служение. И они таким образом пытаются как замалчивать за это или как-то покрывать за это. Но самое главное, дорогие, вот этим людям, называющих отцами тех убийц, им приходилось всю жизнь оправдываться за их дела. И как бы хотелось каждому христианину, я думаю, что вы согласитесь со мной, каждому христианину, каждому верующему человеку, ученику Иисуса, ему бы хотелось наконец-то находиться в каком-то таком отцовстве, за которое не приходится оправдываться. И поэтому Иисус, мы продолжаем развивать эту тему, Иисус говорит, если ты не хочешь оправдываться за какие-то ошибки людей, за какие-то ошибки тех людей, которых ты спешишь называть себя отцами, говорит, тебе просто нужно называть своим отцом только Бога. И мы зачитаем об этом. Матвея, 23 глава, 9 стих. Он говорит четко и понятно. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах». В другом месте он говорит «вы же все братья». Таким образом, Иисус говорит, что признавая кого-то своим отцом, ты участвуешь в его всех злых делах. Украшение могил в данной истории – это символизм, говорящий о следующем. «Называя себя учеником или сыном какой-то системы, динаминации, какого-то человека, ты всегда будешь вынужден украшать мертвые дела такого человека». Иисус им говорит «так называя отцами этих убийц, вы говорите, что вы их дети». И сразу я уже чувствую, что этот вопрос поднимает в сердцах и умах людей много вопросов. Как же так? Они начинают ссылаться на Ветхий Завет, а вот смотри Илья, а вот смотри Елисей, а вот смотри там отец, а вот смотри тут отец. Я сегодня говорю за новозаветнее отцовство, вот Иисус пришел, он конкретно сказал «не называйте себя отцом никого». Да, ты можешь сказать «пастор», но дело в том, что апостол Павел, он называл себя отцом, он говорил такие слова. Он говорил «я родил вас», много у вас наставников во Христе, но «я родил вас», у вас немного отцов, и как бы давая себе понять, что он, ну как, духовный отец этих людей. И знаете, дорогие друзья, одно дело, что Павел сказал об этом, другое дело, что он имел в виду. И то, что он имел в виду, контекст своих слов, вы можете увидеть его из других слов. Например, я хочу вам прочитать такие слова апостола Павла, когда он говорил отпавшим галатам. То есть галаты это были люди, которых он когда-то обратил ко Христу, и они отпали, они, ну как, духовно умерли, можете как хотите это называть. Они сменили свое мнение, и вот он им говорит «дети мои, ради которых я снова в муках рождения, пока доколе не изобразится в вас Христос». Галатам 4,19. И я хочу здесь отметить два пункта. Первое, он говорит «дети мои», давая понять о своем родительстве, и говорит «ради которых я в муках рождения». Вы знаете, что, дорогие друзья, думаю, вы со мной согласитесь, что ни один человек, ну ни один мужчина не может так сказать о своих физических детях. Дети мои, ради которых я в муках рождения. По праву, муки рождения – это участь матери, это женское родительство. И второй момент, на который я хочу обратить внимание, это слово такое «снова в муках рождения». Это означает, что когда он их рождал благовествованием в первый раз, это были точно такие же муки рождения. То есть это рождение не было каким-то зачатием. Это был момент такого, как женского рождения. И здесь я хочу сказать главную мысль послания, которое я сегодня хочу разобрать и высвободить. Дело в том, что духовное отцовство, с точки зрения человеческого духовного отцовства, оно носит материнское лицо. На самом деле, когда Иисус говорил о том, что называйте себе отцом только Бога, он не имел в виду, что человек, естественно, Божий человек, не может родить духовного сына или там духовную дочь. Но роль человека здесь отнюдь не отцовская, она материнская. Она носит материнское лицо. Апостол Павел, несмотря на то, что он как бы назвал себя отцом, или я бы сказал, он назвал себя родителем, он четко понимал свою роль в этом. И об этом свидетельствуют вот такие слова, которые я вам сегодня хочу представить, потому что Павел, похоже, единственный, кто так серьезно заявил об этом отцовстве, об этом родительстве. Галатам 4,19, он говорит нам, «Дети мои, ради которых я снова в муках рождения, пока доколе не изобразится в вас Христос». Апостол Павел, он говорит здесь такие слова, «я в муках рождения». В другом месте он говорит о себе такие слова, фессалоникийцам 2,7. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходятся с детьми своими». И когда мы говорим о том, что Павел говорит «мы», он даже не говорит за себя, «мы, апостолы», мы, говорит, могли явиться к вам важными, великими, «но мы были тихи, как кормилица». И вот эти две вещи, которые о себе говорит Павел, даже три. Первое, он говорит о своем родительстве. Второе, он говорит о муках рождения. И третье, он говорит о кормлении, говоря о себе «мы тихи, как кормилица», называя себя как бы, ну, как женским родом. Да, он говорит о кормлении, естественно, речь идет о кормлении, ну, женском, как грудью, да. В другом месте апостол Петр говорит «вы, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко», также представляя себя как даятель вот этого чистого словесного молока. Я говорю сейчас здравые вещи из Писания. То есть апостолы, они все воспринимали себя в роли кормящей матери для этих детей. Апостол Павел, он говорит «я в муках рождения», причем говорит «снова в муках рождения». Кому он это говорит? Он это говорит галатам. Галаты отпали, галаты духовно умерли, что-то с ними стало, они пошли не тем путем. И он говорит «я снова вас рождаю». Слова «снова» означают то, что он делал это раньше. Он говорит «благовествованием я родил вас». И здесь опять идет речь о таком родительстве материнском. Потому что ни один отец не может сказать своему сыну «я в муках рождения, пока ты родился». То есть это как-то абсурдно звучит. Я бы даже сказал, если включить немножко юмора, что отец кроме удовольствия от рождения детей ничего в принципе не получает. Все скорби достаются матери, именно она рождает, именно она является той самой тихой кормилицей. И апостолы Христовы, они воспринимали себя, настоящие апостолы Христовы, пасторы, они воспринимают себя не более как тихая кормилица, которая питает младенца молоком для того, чтобы дальше передать его отцу. И случилось то, что написано в Библии «все дети Божьи вводимы Духом Божьим». Не может быть вводимым Духом Божьим младенец. Ему нужно чистое словесное молоко от его матери, от его наставника, если так можно сказать. И поэтому мы приходим к такому заключению, что родительство в Библии, оно имеет два лица – отцовское и материнское. Почему в Писании любой здравый человек, особенно когда он первый раз читает Писание, говорит, а что это здесь написано? Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Он говорит, как это он родил? Это, наверное, Сара родила. Дело в том, что если вы откроете историю про Авраама и Сару, то написано, именно от Сары будет сын. Сара родит. Именно Сара. Но в родословной написано «Авраам родил Исаака». Как это понять? Вроде Авраам родил, а вроде и Сара родила. И ответ на этот вопрос вы можете найти, прекрасный исчерпывающий ответ вы можете найти в истории о том, каким образом был зачат сам Господь Иисус Христос. Матвея, 1 глава, 20 стих. Когда ангел успокаивает Иосифа, обнаружившего беременную свою жену, он, ангел, приходит его успокаивать, говорит, все нормально, Иосиф, послушай, что я тебе скажу, 20 стих. «Ангел явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». И теперь слушайте внимательно. «Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Что? Родившаяся в ней? Мы говорим обычно об этом с точки зрения что-то зачатое в ней. И действительно есть такие термины, как «зачал», «зачала» и все такое прочее. Это, кстати, первая хорошая истина, замечательная и центральная, против абортов, против избавления от плода. Почему? Написано не «зачатое даже в ней», а «родившееся в ней». Таким образом, послушайте теперь очень внимательно, каким образом происходит рождение. Сначала я приведу на физическом примере. «Семя Отца, помещенное в чрево Матери», если так можно сказать, да, это уже родившееся в ней живое существо. Потом, когда она рождает, она рождает его в мир. Таким образом, Отец рождает сына через маму. Вот в этом месте ты должен получить откровение. Отец рождает через маму. Точно так происходит духовное родительство. Апостол Павел об этом так и говорит. Да вы что, мы просто служители, через которых вы уверовали. Тем не менее, не стесняются называть себя родителем. Но, давая понять суть родительства, говорит, я в муках был. Ну, каких муках он был? Он претерпевал гонения ради Евангелия. Он напрягался, чтобы до них что-то дошло. Он говорит, я снова в муках, когда вам объясняю суть спасения. Давая понять конкретно, я вскормил вас в свое время. Грудью я извиняюсь, давал вам это молоко. Для этого я должен был сам питаться правильно. И поэтому я хочу сегодня сказать каждому человеку, если ты не хочешь нести ошибки каких-то своих деноминаций, движений, каких-то людей, о которых, может быть, идут разговоры. Потому что апостол Павел, еще раз вам напоминаю, он сказал конкретно даже сам о себе. Он сказал, доброго нет во мне. Это означает, что называя себя отцом какого-то человека, ты вынужден будешь покрывать его ошибки, как мы говорили. Вынужден приукрашать его мертвые дела, могилы, которые он создал в своей жизни. И они есть у любого человека. Иисус дает выход из этого, говорит, замечательно, твоя родословная, она идет не по линии матери, она идет по линии отца. Поэтому отцом себя называй, Бога, который на небесах. За него тебе не придется краснеть, не придется ничего объяснять, за него тебе не будет стыдно. Иными словами, он сказал, что ты не будешь постыжен. Верующий в него написано, не постыдиться. И хочу сказать, дорогие друзья, немножко обратить внимание на эту проблему. Конечно, мы часто называем себя родителями для каких-то людей. И это справедливо, но справедливо в сути той, когда ты понимаешь, что ты имеешь роль материнства в этом вопросе. Да, действительно, семя Божье, оно прошло через тебя, прежде чем появился этот человек. Но ты должен всегда помнить, что ты не можешь взять и погрузить, как бы крестить в свое имя каких-то людей, назвать своим именем каких-то людей. И хочу сказать еще, как это происходит. Дело в том, что дух, вот я бы так назвал этого, дух такого искаженного материнства, которое берет на себя функции отца и матери. Вы можете увидеть это в миру. В чем это выражается? Мама, по какой-то причине, расставшаяся с папой, либо когда папа умер, разные есть моменты в жизни, она понимает вдруг. Теперь послушай очень внимательно. Мама в этот момент вдруг понимает, что на ней сейчас лежит обязанность и функция не только матери, но и отца. И в любом и том и другом случае это проблема. Я думаю, что никто не будет это отрицать, что идеальные отношения, это когда мама, она выполняет свою функцию, особенно на старте. Да, то есть она вскармливает, она вынашивает этого ребенка. И в свое время, когда ребенок начинает у него пробуждаться сознание, здесь вступает в силу, или как должна вступить эта функция, роль отца, когда он должен взять на себя вот это, ну научить детей. В Библии также написано об этом духовно, да, и будут все научены Богом. И поверьте, дорогие друзья, что на самом деле, когда человек приходит к Богу, он еще духовный младенец, мало чему он может научиться от Бога лично. Конечно, на старте ему нужно это духовное молоко, ему нужна эта мама. Ну как же странно выглядит, когда мама, взявшая на себя функции отца, вдруг говорит, сынок, тебе все, что нужно в этой жизни делать, это слушать меня. Хорошо, мама? Сыночку 20 лет. Хорошо, мама? Сыночку 40 лет. Хорошо, мама? Это начинает странно выглядеть. Почему? Потому что слова матери, они могут заглушать семя отца, которое находится внутри него, то есть, которое не позволяет ему стать тем, кем может сделать этого человека, только отец. Мое мнение такое, дорогие друзья, что катастрофа современной церкви заключается, я когда говорю за тему отцовства, что катастрофа современной церкви, она заключается в том, что мать, ну или как вот духовный родитель, именно человек, он берет на себя функции, те, которые на него Бог вообще не возлагал. Часто эта трагедия заключается в том, что, знаете, вот как картина такая, мама, она развелась с отцом и говорит своим детям, я для вас и папа и мама. И вот эта катастрофа, она наблюдается и в духовном мире. Когда твой, так сказать, духовный отец, он вдруг тебе говорит, воля Божья для тебя, это слушать меня. Вот слушай меня, Бог тебе будет говорить через меня. Я сталкивался с такими ситуациями, когда люди говорят, я в своей жизни принял решение, голос Божий для меня, это мой пастор. Это неправильно. Дело в том, что написано, что сыны Божьи, это те, кто водимы Духом Божьим. Ну а что мне тогда, не слушать своего пастора, или ты хочешь сказать, что мне не нужно к нему прислушиваться? Я не хочу этого сказать. Есть определенный порядок, как это происходит, и я хочу его сегодня вам прочитать. В притче 23 глава, 22 стих, говорится следующее. Слушайся отца твоего. И дальше написано, он родил тебя. И на этом бы хорошо и выстроить учение о отцовстве в церкви. Но дальше написано, и не пренебрегай матери твоей, даже когда она состарится. Притча 1, 8 сказано, слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. И каждый духовный человек, называя Бога своим отцом, он должен увидеть эту разницу. Здесь говорится об отце одно и то же слово. Слушай отца. И дальше говорит, слушайся отца. То, что в Библии сказано, все будут вадимы Богом, сыны Божьи. Все будут научены Богом, сыны Божьи. Но также что-то говорится и о матери. И я думаю, разница в указании, она здесь очевидна. Говорится, не пренебрегай советом матери. Да, даже когда она состарится, даже когда уже не нужно тебе, в принципе, ее слушаться. Не нужны ее указания, потому что ты вадим Богом, ты такой духовный. Все с тобой хорошо, ты уже самостоятельный, у тебя уже своя духовная семья. Но, говорится, ты не пренебрегай. Всегда советуйся с пастором. Всегда советуйся с кем-то старшим. Это нормально. Но первые слова, с которых все начинается, слушай Бога. Слушайся Бога, слушайся Отца. Это невозможно, эту истину применить там, где говорится, что какой-то человек твой духовный отец. Так кто же тогда твоя духовная мать? И жена пастора? Это не так, потому что именно от соединения мужа и жены, да, то есть соединения мужчины и женщины, происходит плод. Ну, разве может мужчина и женщина как-то так соединиться, чтобы духовно родить самостоятельно, ну, духовного ребенка? Конечно, нет. И поэтому мы приходим еще раз, еще раз, мы приходим к тому, как рождаются вообще духовные дети. Иакова 1.18 нам говорит следующее слово о Боге. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его творений». Апостол Павел говорит «Я родил вас», и здесь говорится «Бог, восхотев, родил вас». Вот она функция отцовства Божьего, и вот она функция материнства Павла. Иоанна 1.13 о Божьих детях написано, что они ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, то есть какой-то человек вдруг захотел кого-то родить. Не-не-не-не-не-не. Написано «Но от Бога родились». Опять мы говорим «Бог родил людей», это Он их Отец. Никто не может назваться твоим духовным отцом. 1 Иоанна 3.9 сказано «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И дальше содержится очень интересная истина. Написано «Потому что семя Его пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот часто, дорогой друг, даже грех в церкви, грехи людей, они связаны именно с тем, что люди считают своим духовным отцом какого-то человека. Почему? Потому что и написано «Вижу Отца Творящего, что Отец делает, то и я делаю». Если это твой Отец, вот это украшение гробницы, которым говорит Иисус. Ты будешь вынужден этим заниматься. Потому что невозможно не работать, знаешь, близко с каким-то человеком и не видеть его недостатков, не видеть его грехов, не видеть его каких-то мертвых дел. И Иисус конкретно говорит «Ты будешь вынужден это украшать, эти гробницы». Но если твой Отец духовный – это Бог, тогда тебе не придется это все делать. Грех уйдет из твоей жизни. Здесь Библия говорит «Ну, у тебя не будет греха, ты не сможешь это делать, потому что ты не будешь находить этого же в своем отце». Бог всем четко и ясно показал, роль Матери указывать на Отца и только указывать на Отца и только указывать на Отца. Апостолы в Новом Завете, они говорили следующие слова «Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Кто вложил этот чистый смысл? Бог. Я, говорит, просто напоминаю вам. Апостол Павел часто употребляет этот термин. Говорит «Я напоминаю вам, я напоминаю вам, я напоминаю вам». И когда апостолы, они говорили к людям, они в основном напоминали, они указывали всегда на Отца, они указывали всегда на Бога. Они никогда не пытались выставить себя какими-то родителями. Они напоминали об этом, как апостол Павел, в крайнем случае, когда дети вообще от рук отбились, они отступили от Бога. Они отступили, и он им говорит, каким образом дает понять, слушайте, я вас выносил, я вас родил, да, пожалуйста, вернитесь к Отцу. Он их не возвращал даже к себе, он их возвращал к Богу. И это замечательно. Роль матери, она всегда указывает на Отца, говорит, делайте как Отец, потому что семя его в вас. Апостол Иоанн так пишет, семя его в вас. Он не пытался утвердить, что вы крещены в меня, да. Апостол Павел тоже говорит. Я хочу даже зачитать вот этот момент. 1 Коринфянам 1.13. Он говорит, разве во имя Павла вы крестились? Я сегодня слышу какие-то учения, когда говорят, нужно креститься в лидера. И это страшная вещь вообще. Дорогие друзья, просто вы когда слышите такое учение, вам нужно понять, что мы все крещены в Иисуса Христа. Эти люди, они обычно приводят такой пример, говорят, там народ крестился в Моисея, а вот пастор это наш Моисей. Дорогие друзья, пастор не может быть Моисеем. Это 100%. Почему? Моисей сам говорил о себе, что однажды Бог воздвигнет вам такого пророка, подобного мне. Его слушайте. Но любой нормальный человек, изучающий Библию, скажет, он об Иисусе Христе говорил. Он не говорил в тот момент о твоем пасторе, он не говорил о каком-то наставнике, он говорил об Иисусе, в которого мы крещены. Какое может быть крещение в лидера? Апостол Павел говорит, вы что, во имя Павла крестились? Он отрицал с ужасом одну только мысль, что кто-то может подумать, креститься в Павла. Хотя мне кажется, для христианства больше серьезного лидера, чем апостол Павел, вообще не существовало за все времена. Он дал это, ну, треть нового завета написал, и он с ужасом воспринимал мысль, что кто-то подумает, что он в него крестился. Дальше его очень вообще этот вопрос волновал. Второй Коринфянам 12.6, он говорит такие вещи. «Я, говорит, даже о себе много говорить не буду, чтобы кто-то не подумал обо мне больше, чем видит». Сегодня священство выглядит таким образом, что наоборот, хочется, чтобы о тебе думали больше, чем видят в тебе или слышат от тебя. Все время есть какой-то момент показаться кем-то великим. Дорогие друзья, это очень неправильно. Когда апостол Павел также учит о родительстве, он говорит о том, что младенец пока в детстве ничем не отличается от раба. А раб духовный – это человек, который ценит вещественное начало. Он говорит, разве Павел распялся за вас? Говорит, если вы даже спорите о том, чей я? Павлов, Кифин, он говорит, вы плотские. Иными словами, он говорит, вы еще в рабстве, вы еще в младенчестве. Говорит, когда ты начинаешь думать это, чей я, в кого я крещен, или тебя начинают учить вот этому учению, что ты должен креститься в лидера. Я спешу тебя поздравить, дорогой друг, с иронией спешу тебя поздравить. Тебя хотят оставить навечно в младенчестве, в рабстве вещественным началом. Тебя хотят поработить. Не хотят, чтобы ты был Вадим Святым Духом. Не хотят, чтобы в семя отца в тебе вырастила этого мужа Божьего. Потому что только те, кто Вадим и Духом Божьим, дорогой друг, я хочу тебе сказать, те, кто Вадим и Духом Божьим, могут претендовать на позицию зрелого человека. Если ты все еще питаешься молоком матери, иными словами, словами своего пастора, и уже прошло достаточно времени, когда тебе нужно уже водиться духом, а ты все еще на каждый свой шаг думаешь, что скажет пастор, что скажет пастор. Дорогой, ты просто маменькин сынок. Я сегодня эту проповедь так и называю, маменькины сынки. Это люди, которые привязаны к своим лидерам. Много времени. Я не говорю, что не нужно быть в определенный период времени привязанным. Говорится о том, что отец отдает своего сына попечителям до времени. То есть есть функция у пастора, которую не может сделать даже Бог. И поэтому, если мы бросаем наших младенцев, они умрут. Но, внимание, младенцев. Самый суст три года, я извиняюсь, откормив грудью своих учеников, я говорю образно, пусть меня никто-то не поймет превратно. Он оставил их и говорит, а теперь водитесь духом. Я буду за вас ходатайствовать. Все, у вас все получится. Но сегодня я слышу, как кто-то говорит, а я, говорит, от Бога принял такую мысль. Посвятит навсегда себя своему пастору, своему лидеру. И я буду навечно его помощником. Я спешу тебя огорчить, дорогой друг. Ты просто похоронил свои отношения с Богом. Ты должен быть водим, духом Божьим. С момента, когда твой пастор откормил тебя словесным молоком, ты поступаешь в распоряжение Святого Духа, которым ты должен научиться водиться, чтобы быть сыном, отца, а не маменькиным сынком. И я видел много людей, которые принимали решение шагнуть дальше. Знаете, как Иисус сказал, если ты был верен в чужом, я дам тебе свое. Люди, которые не спешат иметь в Боге что-то свое, свой удел. Они соглашаются вечно оставаться рабами, вот этими маменькиными сынками, за которых все решает мама. Это ужасно. Напрашивается, знаете, такой пример. Он смешной, но в то же время и не очень. Когда мама будит своего сына и говорит, сынок, тебе пора в школу. А он отвечает, мама, назови мне хотя бы две причины, почему я должен туда идти. Она говорит, ну, во-первых, тебе уже 42 года, а во-вторых, ты директор этой школы. Понимаете, дорогие друзья? Когда по сей день еще мамы будят своих детей и говорят, тебе нужно служить Богу. Он говорит, назови хоть одну причину. Он не чувствует в себе никакого побуждения делать это, несмотря на огромную ответственность, которую Бог хочет, чтобы он на себя взял. Он говорит, ну вот, я помогаю пастору. Я вечный помощник своего пастора. Я двигаю его проекты, потому что, ну, помогаю, грубо говоря, маме по хозяйству дома. Дорогой, тебе уже пора свою семью завести. Тебе пора шагнуть свое будущее. И заканчивая свою проповедь, дорогие друзья, я вам хочу зачитать, заканчивая это послание, я хочу зачитать вам очень серьезный призыв. Зрелый призыв. Если ты готов двигаться с Богом, прими этот призыв. Он содержится в Евреям 12 главе в 9 стихе. Здесь написано. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более нужно, то есть должны покориться Отцу Духов, чтобы, внимание, чтобы жить. Он говорит, вы должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. И, дорогой друг, я хочу, чтобы ты увидел в этой истине просто очень важное послание для себя. Если ты не научишься покоряться Отцу Духов, то есть Бог, Он родил тебя, Он является Отцом твоего Духа. Это означает, что твою плоть вечно будет нянчить какая-то мама. Научиться покоряться Отцу Духов, здесь говорится, нужно, чтобы жить. Ты очень сильно рискуешь, когда остаешься маменькиным сынком. Ты очень сильно рискуешь, когда ты называешь своим отцом каких-то людей. На самом деле, ты называешь маму папой. Это опасно. Это может лишить тебя жизни. В частности, зрелой духовной жизни это первое. И в конце концов, даже жизни вечной это второе. Он говорит, покорись Отцу Духов, обнаружь в себе этот Дух, который рожден Богом, и покори его Богу. Будь Вадимым Богом. Говорит, а что мне делать с моим пастором? Он говорит, не пренебрегай Совета Матери. Конечно, твой пастор, он желает тебе добра. Я верю в это. Конечно, твой наставник, он желает тебе счастья. Он хочет тебе дать какой-то совет, который тебе поможет. И даже говорится, не пренебрегай Совета Матери. Конечно, у тебя есть определенный завет даже, да, духовный, с твоим наставником или с твоим пастором. Как с мамой. Ты никогда не отречешься от нее. Написано, даже когда она состарится, ее совет что-то значит в твоей жизни. Прислушайся сегодня к апостолу Павлу, который говорит, более нужно покориться Отцу Духов, чтобы жить. И если Бог сегодня Отец твой, будь, Вадим, Его Духом. Дорогой друг, я тебе желаю разобраться в этом все. Может быть, тебе нужно послушать это. Может, это революционно для тебя. Может быть, нет. Может быть, это напоминание. У меня сегодня нет желания произвести на тебя просто какое-то впечатление. Но то, что я смотрю, когда пользуюсь учением об отцовстве, люди просто подминают под себя многих-многих людей, привязывают их к себе. Мне становится грустно от этого. И я хочу, дорогой друг, чтобы ты познал, вкусил вот эту радость, когда ты Вадим Святым Духом. Когда тебе не нужен какой-то человек, который постоянно пытается тебя накормить очередной раз молоком. Покорись Отцу Духов и живи. Я благословляю тебя. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok